Это Сева, Новгородцы, город Лондон, BBC. А у нас, господа, в пятницу, 11 октября, в Лондоне пройдет официальное открытие русского фольклорно-хорового общества «Лада». Этот проект объединяет двух лидирующих профессионалов области русской песни. Полина Пруцкова, основатель проекта, пропагандирует и изучает фольклор много лет, руководит музыкальными коллективами в Западной Европе. Берлинский фольклорный ансамбль «Полынушка», основателем и директором которого является Полина, стал обладателем приза немецкой музыкальной критики, самой престижной музыкальной награды в немецкоговорящих странах. Полина приходила к нам сегодня в студию, и я попросил ее объяснить, что такое фольклорное пение. Потому что я тоже вырос в России, и, так сказать, в институте там учился, но не уверен, что я с российским фольклором знаком, потому что ни на радио, ни на телевидении настоящий глубинный фольклор никогда не выдвигался. Вы совершенно правы, все так и есть, и так и остается, к сожалению. На сегодняшний день несколько миллионов человек вовлечены в это фольклорное движение в России, это большое движение, но, к сожалению, никакой поддержки со стороны государства, никаких структур поддерживающих это движение нет. То есть это движение держится абсолютно на энтузиазме людей, на их любви к традиционной музыке. Многие из них тратят свои отпуска и все свои деньги, фактически, на то, чтобы поехать летом в экспедиции, чтобы встретиться с бабушками, записать то, что еще можно записать сегодня, что осталось. Много в России ансамблей. Ну вот, к сожалению, за границей этого никто не знает. Ну вот тогда вы нам и расскажите об этих истоках этого фольклора, о чем народ поет и что в этих песнях звучит. Что там вообще за тематика? Все что угодно. Есть лирические песни, где мы поем для людей друг для друга и рассказываем какие-нибудь удивительные истории о любви, о смерти. Есть ритуальные песни, связанные с различными обычаями, календарными праздниками, например, которые совершенно о другом и которые бабушки даже не называют песнями, где они поют для другого мира, для существ другого мира. То есть бывают моменты такие в течение года, когда граница между нашим миром, в котором живем мы, и другим миром как бы вот становится более прозрачной. И в эти моменты, в особенности, очень важно было это ритуальное пение раньше. И это была настоящая магия. То есть они понимали, что если они не споют как следует, если они не достучатся туда, их там не услышат, то у них не будет урожая, то у них скот может пасть. То есть от их пения зависела их жизнь и жизнь их общины. А пели как? Просто ходили друг к другу в гости, сели на лавке и давай. Пели раньше, можно сказать, везде. Практически в любой ситуации можно было найти песню, которую спеть. Пели на работе, пели по дороге на работу, пели за какими-то домашними трудами, пели, конечно, когда собирались вместе и праздновали что-то, пели во время ритуалов. В любой ситуации. Раньше деревня была наполнена пением, пока к нам не пришло, конечно, телевидение. То есть все народные хоры, вот эти, все эти бесконечные певицы наши, русские, дородные, это всё не имеет прямого отношения к тому, что вы изучали? Нет, прямого отношения не имеет, к сожалению. Когда-то в 30-х годах прошлого века была сформирована стилистика народного пения, так называемого, и тогда не было, её придумали. Придумали для того, чтобы она работала на режим. В общем, был составлен новый репертуар, было определено, каким образом должен звучать вокал, то есть звучать певицы должны были вот ровно так, как было описано, и не по-другому. Соответственно, всё, что режиму не подходило из народных традиций деревенских, было исключено из этого. Всё, что им подходило, они взяли, написали новые тексты, которые прославляли, соответственно, колхозы и работу, и режим, и советскую жизнь. И таким образом вот родился этот стиль, который много десятилетий развивался, естественно, поддерживался государством, и на сегодня вырос в самостоятельное совершенно музыкальное явление, которое, может быть, исполнено очень талантливо, может быть, исполнено не очень талантливо. Сегодня, в общем, актуальность поддержки режима, как таковая, уже отпала, но, тем не менее, очень многие люди и поколения выросли на этом, потому что я, когда росла, ничего другого по радио мы фактически не слышали. У меня знакомый есть народный художник, который ездил и собирал по своей части все материалы, и он очень много рассказывал нам о языческой традиции, которая, в общем, за тысячу лет христианства так и не выветрилась в глубинах России. Так вот, в музыке, в этой фольклорной, это как-то отражено, все эти древние верования? Конечно, конечно. Моё понимание этого таково, что язычество и христианство в России складывались почти одновременно. То есть, когда в России пришло христианство, языческие верования ещё до конца не сложились, они формировались одновременно и параллельно вместе с христианскими, и в музыке это очень отражается. Мы с вами говорим, конечно, абстрактно об этом фольклоре, но ведь он был частью жизни деревенской. Он, видимо, радость людям давал. Душа, так сказать, воспарялась от такого пения. Вы знаете, не только радость. Вот я сколько разговаривала с бабушками в деревнях, да и с дедушками. Но больше бабушки, конечно, уже дедушек мало осталось у нас. Когда слушаешь про их жизнь, через что они прошли? Через две революции, через две войны, через коллективизацию, через голод, через страшные работы, физические страшные напряжения, через бедность невероятную. Когда их спрашиваешь, как они всё это выдерживали? Песни. Песни были их спасением, да? То есть пение помогает им, по крайней мере, вот тем, с которыми сталкивалась я, народным певицам, сохранить, через всю свою жизнь пронести вот это какое-то внутреннее свечение даже. Это может звучать, может быть, немножко романтично, но это так, да? То есть такое впечатление они производят на любого человека, приезжающего в экспедиции из города. Это совершенно светлые люди, прям каким-то терапевтическим действием обладают, да? То есть вот как ты сталкиваешься с этими людьми, прошедшими через все эти трудности, выжившими и оставшимися людьми, и оставшимися прекрасными людьми, и оставшимися певцами, начинаешь по-другому смотреть на собственные ценности, на собственную жизнь. Придя домой, затворив дверь, никого вокруг нет, вы тоже, конечно, по старой привычке какую-нибудь заводите мелодию. Что бы это могло быть? Какую-нибудь я мелодию? Хотите, чтобы песню спела? Спою, с удовольствием. Спою одну из моих любимых песен из репертуара замечательной народной певицы Ольги Сергеевой из Паазерия, что на русско-белорусской границе. Эту песню, я думаю, что многие знают, даже за пределами фольклорного движения. Вы, кумушки, кумитесь, 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 любитесь, кумитесь, любитесь, любите меня. Вы будете цветочки рвать, сорвите меня. Вы будете веночки пускать, пустите вы меня. Ваши венки все поплыли, а мой ко дну пошел... Мы беседовали с Полиной Пруцковой. Она приглашает всех лондончан, желающих прийти в русский деревенский музыкальный клуб, чтобы послушать вместе архивные записи или живое исполнение фольклора в неформальной обстановке, попробовать вместе спеть и сплясать. Первое собрание клуба состоится 25 октября 2013 дома в Пушкинском доме. А я на этом прощаюсь с вами до завтра. Всего самого лучшего. Заглядывайте на наш сайт bbcrussian.com, а также в Твиттер, в Фейсбук, в Живой Журнал и на сайт Сева.ру, где я каждый день выкладываю свои тексты. Счастливо!